Так, поп-аут, класс, теперь это класс, все. Давайте еще пару минут подождем тогда, ребят. И попробуем, учитывая мою любовь к Ажуру, к тому, насколько это прекрасная система, что-нибудь с ней сделать. А то прям Ажур бесит, раздражает. Можно пока это еще не рассказывать. Если ты хочешь показывать H2O, то поставь заранее создаваться все это дело. Я уже его поставил создаваться, он уже создался вроде бы. Но я даже еще веб-пал вебет не успел собрать. Так что пойду поставлю собираться. Саш, господи, LSML. Ты показывай сразу, так неинтересно. Давай мы будем подглядывать, что ты там делаешь. Это семинар все-таки. Хорошо, давайте, значит, в шаре. Надеюсь, ничего секретного у меня тут нет. Надо еще включить. Дону дистерп, а то уведомленьки будут приходить. Я этого не хочу. Так, куда-нибудь вот сюда. Так, Никита Жаров. Так, еще один счетчик остался, и мы переплюнем. Так, сегодня семинар такой достаточно сумбурный будет, потому что есть у меня некоторая, вот, знаете, любовь к ажуру и ко всему, что с ним связано. Так, мне жаловались, что слишком маленький шрифт. Вот, LSML head. Дальше нужно зайти вот сюда, ввести этот пароль, который вы все знаете, и в теории можете сами ко мне подлогиниться. И поставить, ой-я, ой-ля, ой-ля-ля, нужно судо было сделать, судо су. Все, погнали. Что сейчас происходит? Сейчас происходит сборка вовполвабита для того, чтобы он мог, чтобы он поддерживал, точнее, распределенное обучение и распределенную работу на кластере. Ну, судя по всему, машинка пошла думать, поэтому давайте я посмотрю, сколько нас вообще тут... О, Леша, мы тебя переплюнули. Блин, ну что ж подержать. Заметка монтажера, наверное, лучше вот сейчас начать. Так, давайте тогда начнем. Что уж нам делать осталось. Сегодня у нас распределенное обучение, тема нашего прекрасного семинара. Что такое вообще распределенное обучение? Это очень просто. Мы берем обучение, его распределяем на несколько машин. Здесь мы будем использовать несколько разных технологий. Пойдем от знакомого к незнакомому, и потом мы в конце таки дойдем до Java. Так что надеюсь, что у всех все хорошо с Java. Это, как говорится. Так, что происходит. Я вафелька, которая не успела сделать установку и сборку правильного вовпал вабита, поэтому я это делаю при вас. Что происходит. Я зашел на свою хэденаду 0 в Spark кластере, предварительно его поднял. Зашел из-под рута, и дальше я исполнил вот в этом юпитер ноутбуке 7.1 вот эти вот команды из-под рута. Вот сейчас я вбиваю вторую команду, которая тут что-то делает, которая вот будет нам семейком собирать вовпалабит. Мне интересно, насколько это будет плохо и насколько вообще мы сможем пережить эту всю историю. Так, давайте мы сделаем эту цепочку еще раз. Мы заходим сначала на нашу головную наду, потом мы заходим на наш Azure User, вбиваем наш пароль. И тут я хочу открыть хтоп, чтобы посмотреть на статистику моей нады. Ну, как видно, все ядра заняты, сборка идет самым прекрасным образом. И давайте его оставим подумать. Пока что я тогда позапускаю без... Получается... Попробую позапускать без установленных библиотек. Итак, Witchspanning3 вернул нам ничего. Класс. Что это значит? Это значит, что нам нужно на нашей головной наде попробовать сделать команду самим. И мы получили... Ага. Мы эту команду установим, как только она соберется. Ну, да ладно. Так, мы будем использовать технологию Spanning3. Это технология, которая позволяет кластеру, используя меньшее количество сетевого взаимодействия, передавать друг другу данные, обрабатывать их и в целом процессить. Давайте мы пока не можем запустить Spanning3, но в Get данных по препарату мы точно сделать можем. Кажется, это знакомый датасет, то, что уже было в прошлый раз. Возьмем уже DFS. Давайте мы поудаляем и обратно создадим эти данные. Дальше что мы делаем? Мы отрезаем голову у наших данных, потому что нам голова не нужна. И будем с вами дальше смотреть. Мы подошли к ячейке, которая называется Configure. Что такое Configure? Configure – это штука, которая позволяет нам указать для нашей сессии в Spark некоторые параметры. Например, сколько у нас на каждый экзекьютор можно выделить памяти, сколько ядер и сколько вообще в целом экзекьюторов мы хотим в нашем прекрасном распределенном вовпалвабите. Так, тут у нас no search file в редиректоре. Надеюсь, что жить можно будет дальше. И мы, как всегда, ждем наш прекрасный и замечательнейший HDFS, чтобы он отработал. Опа! Что-то он отработал. Вот и мы видим, как нам поставились session config, чтобы просто не перечислять это в Spark контексте, чтобы не трогать это руками. Давайте инициализируем Spark контекст и давайте же мы посмотрим на наши данные. Данные – это, насколько я помню, те же, что были в прошлом семинаре с нашими прекрасными препаратами. Дальше что будет происходить? Мы дальше возьмем наши данные, посплитим их на несколько частей. Дальше мы переделаем их вовпалвабит. Все то же самое, что было в прошлый раз. Дальше мы это положим в HDFS. Возьмем RDD. Короче, вплоть до сюда все, что мы знаем и все, что мы уже видели в прошлый раз. Интересное начинается вот здесь. Вовпалвабит умеет сам работать в один поток, в несколько потоков, в один экзекьютор и в несколько экзекьюторов. В чем разница? Когда он работает в несколько потоков или в один поток, он работает на одной локальной машине. То есть все данные у него рядышком. Ему нужно просто взять и запустить несколько потоков, и он дальше сам их синхронизирует. Они сами все сделают, сами что захотят, то и будут вычислять. Вот здесь как раз показана команда, как нам заставить вовпалвабит запуститься на одном трыде. Зачем это нужно? Это нам нужно за тем, чтобы мы посмотрели на 38 секунд, сказали, как много, и пошли распараллеливать. Но в реальной жизни у вас это будет, скорее всего, занимать несколько суток, и вы захотите это очень сильно распараллелить. Поэтому давайте здесь мы просто предположим, что очень много времени занимает, и мы вспомним, что есть предмет распределенной системы, и захотим параллельно считать наши модельки, так сказать. Тут мы запустили вовпалвабит, попросили его поскорить, увидели, где тут скор, вот он скор, увидели 0.64. И вывод, если мы делаем на одном потоке в нашем ажурокружении, мы за 38 секунд обучаем на 0.64 качество. Можно чуть-чуть быстрее это все исполнять. Для этого что мы делаем? Мы вот здесь смотрим на параметры, смотрим на параметры вот здесь, и видим, что из-за того, что мы предобучились на первой части выборки, мы еще быстрее обучаемся во второй раз. Да, и мы потеряли типа в качестве, но мы хотя бы ускорили время. Короче, вот этот небольшой блок, достаточно сумбурный, говорит о том, что вводим поток обучать медленно, давайте мы будем обучать в несколько потоков. Так, тем временем у нас тут все еще читаются данные из CSV. Господи, как же плохо, как же плохо с нашим прекрасным Spark и вовпалвабитом, в принципе. Так, давайте тогда я начну просто показывать вперед, что происходит, а вот эти все штуки про то, как это запустить, уже посмотрите дома, потому что у меня есть ощущение, что мы прям долго еще будем этим заниматься. Итак, что мы делаем? Мы говорим, что вот мы хотим обучать распределенно наши системы, мы для этого будем использовать какие-то штуки, какие-то технологии. Как это у нас будет работать? Мы возьмем и поднимем Spanning Tree. Что такое Spanning Tree? Давайте я вам нарисую, попробую, точнее, нарисовать, как это должно работать. Screen Mirroring и... Ой, 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 ой. Почему не... Так, но... Can't connect. А, я знаю, как я сделаю. Я сделаю вот так. Я включу iPad через провод и сделаю шаринг через провод. И почему зарядочный провод не позволяет нам... Опять у меня... А, вот все, класс. Так, давайте мы откроем Netability, наш любимый. Итак, вот мы захотели делать распределенное обучение. Как это в обычной жизни работает? То есть вот у нас есть какая-то HeadNode, которая у нас голова, на которой у нас лежит код, который должен координировать обучение, через который у нас проливаются данные, и в целом, которая координирует нашу жизнь. Мы что могли бы сделать? Мы могли бы поднять несколько воркеров, то есть просто несколько узлов. Это WorkerNodes. И мы могли бы в теории... В теории что сделать? Руками на каждую из этих нод отправить свой батч данных. Дальше на каждой ноде посчитать градиенты наши прекрасные. Дальше мы эти градиенты могли бы уже вернуть обратно на HeadNode. HeadNode посчитала бы мегаградиент, то есть она посчитала бы сумму градиентов на этих нодах. И дальше уже запускается следующий этап обработки. То есть... Дальше запускается следующий батч. Дальше не следующий батч, а следующий кусочек данных начинает обрабатываться. Она считает вот эту мега... Мега... Как его, господи, зовут? Мегапроизводную. Дальше коэффициенты, которые она получила, она... Что делать? Она обновляет веса. Это как у нас? В минус... Как там это? Вот так вот, да? Насколько я помню. Вот это надо обновляет веса. И дальше она... Эти же веса, красным покажу, отправляет дальше на каждый сервер вместе с своей новой пачкой данных. И мы вот так вот можем в циклике в таком бегать, 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 бегать. В чем преимущество? Это очень простая схема для распараллеливания. То есть ее очень просто реализовать, даже если у вас нет никаких библиотек, нет ничего, чтобы это за вас сделало. Но из минусов это то, что на N-надах нам нужно очень... Нам нужно порядка O от N сетевого взаимодействия. То есть нам нужно... Каждый шаг нам нужно отправить батч, подождать, отправить батч, получить ответ, а дальше отправить следующие веса вместе со следующим батчем. Получается, на каждый раунд у нас где-то в зависимости от реализации от двух до трех пересылок по сети. И это плохо, потому что если вы начинаете линейно масштабировать ваши узлы, сеть не успевает за вами масштабироваться линейно. Сеть масштабируется скорее логарифмически по количеству узлов, просто исходя из топологии большинства дата-центров. Вопрос. Понятно ли, почему сеть масштабируется медленнее, чем узлы? Мы можем масштабировать. Можно в чате плюсик написать, если все понятно, и тогда я дальше пойду. Так, один, два, есть. Класс. Угу, кайф. Тогда идем дальше. Вот, и чтобы мы лучше утилизировали нашу сеть, лучшее, что мы можем придумать, это объединить наши узлы не в плоскую такую структуру, а в какое-нибудь двоичное дерево. То есть у нас есть наших одна, да? Вот она, тут маленькая. Дальше у нее есть там два, три, обычно два сына. Дальше у этих двух есть свои два сына. И мы вот так вот логарифмом бегаем по нашим надам. Тогда как происходит процесс обучения? На нашей главной наде мы выделяем два больших батча, отправляем их вот сюда. Дальше из этих двух батчей мы... Каждый этот узел понимает, что он может обработать сам, а что он может обработать с этими, господи... Со своими сыновьями. И дальше дерево идет вниз, 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 вниз. Тогда что у нас получается? То есть у нас получается, что вот наш хэднаду отправила сюда на две нады. Много данных, дальше данных ушло поменьше, дальше еще поменьше, еще поменьше. И в теории, если взять хэднаду там верхней в стойке, дальше все вот эти нижние, они просто внутри стойки, дальше мы берем еще одну там наду, у нее тоже есть свои какие-то сыновья, дальше они... Это сама другая стойка. То есть вот они поделились по стойкам. И тогда, если мы хотим добавить супер хэднаду, например, то мы ее кладем там в третью стойку, например, и кладем ее рядышком с этими стойками. Тогда она сможет быстрее передать данные, меньше забивая канал, потому что сходить в соседнюю стойку гораздо проще, чем сходить в стойку на другом конце дата-центра. Просто из-за того, что вот наша стоечка с серверами, вот их там, ну, две-три, например. Внутри стойки коммутация идет на свитч. То есть если вы пересылаете данные внутри стойки, то эти данные остаются внутри стойки, они никуда не идут. Дальше эти стойки, точнее, эти свитчи объединены сами в часть сети. Сейчас давайте вот здесь еще тоже нарисуем. Вот они, проводочки идут. Вот. Дальше у нас есть супер-свитч где-нибудь. Вот он вот тут вот. Этот супер-свитч объединяет вот эти три свитча. И так вот у нас дальше древовидная структура возрастает. Поэтому положим одно большое супер-дерево в одном кластере, другое супер-дерево в другой стойке. Третье хранилище данных положим, например, вот сюда. И тут будут просто данные. И тогда мы можем очень быстро передать и не сильно забить остальной канал, который может использоваться для других служб нашего дата-центра. Вот. В этом основная идея Spanning 3. То, что вы можете построить вот такую древовидную структуру, сколько угодно ее nestить, сколько угодно ее растить вверх и вниз. И она более эффективно просто будет управлять вашими ресурсами в общем случае. Это вопрос касательно трафика. Если касательно времени посмотреть, то есть вот наша хеднада начала исполнение, и вопрос, через сколько времени она сможет передать все данные. Давайте посчитаем. Давайте предположим, что передача данных занимает время t. тогда надо отправила вот сюда данные. Это получилось время 1t. Дальше она отправила вот сюда данные. Это получилось 2t. Но пока хеднада отправляет сюда данные, эта надо может пойти дальше вниз. Поэтому за время 2t она передаст данные вот сюда. Дальше после этого вот эти две нады закончат передавать данные. Вот эти уже смогут передать дальше. То есть вот это надо отправить вот сюда, и это получится 3t. В это же время вот эта нада сюда отправляет данные, и она получает тоже во времени 3t. И дальше оставшееся время это 4t. Если сравнить с плоской шкалой, то это просто nt будет. То есть мы будем тратить очень много времени. Вот. Как-то так. Вопросы есть, если непонятно. И пойдем дальше тогда. Тогда напишите плюсик, если все понятно, и пойдем дальше. Кайф. Тогда переключаем sharing на мой десктоп. Делаем share. Так, почему ничего не изменилось? Можно, пожалуйста, сделать вот так. Да. Все, спасибо, iPad. Ты мне больше не пригодишься сегодня, чем ближайший часик, я думаю. И вернемся к нашим прекрасным баранам. Так, тем временем у меня реально какие-то очень большие проблемы с этим, потому что, судя по всему, его не хватает ядер. Как будто у него нет ядер для исполнения. Окей. Тогда мы остановим просто ядро и пойдем дальше. Так, мы идем дальше. Что мы видим? Мы запускаем Spanning 3. Здесь мы запустим с таким флажком. Давайте мы с вами вместе посмотрим на нашу прекрасную документацию. И мы документацию быстро не найдем. Ну и ладненько. Так. Окей. Запускаем Spanning 3. Тут сейчас идея запустить его локально на одном узле, чтобы мы могли как-то это потестировать. Но у меня не работает ажур, поэтому показатель я вам исполнить прям не смогу. Видно, что после запуска нашего Spanning 3 мы сделали PS, и мы увидели, что он тут живет и работает себе совершенно спокойно. И дальше что мы делаем? Вовпаллабит умеет с Spanning 3 работать, потому что это, по сути, один проект, одна кодовая база. Что мы делаем? Мы говорим, что окей, вот у нас есть две части нашего трейна. Вот парт 1 и вот парт 2, то, что мы наверху разделили. Дальше мы говорим, вовпаллабит, подключись, пожалуйста, к локал хосту, к Span серверу. Я знаю, что вас будет двое, и ты будешь на данный номер 0. Также я тебе передам уникальный ID 1, который нужен, чтобы разделить разные логические загрузки. То есть у вас не логические загрузки, а разные логические обработки. То есть, например, один пользователь может что-то запустить, и второй пользователь может что-то запустить. И чтобы их различить, нужно им передавать уник ID. Если вы строите какое-то продакшн решение, то вы, скорее всего, будете здесь генерировать какой-нибудь UID на сессию пользователя или еще что-нибудь, но нам для примера достаточно просто единичку передать, и все будет хорошо. Дальше мы указываем те же... Дальше мы указываем... Мне... Че? Почему? Ладно. У меня только что просто Siri запустилась, вы, наверное, это увидели. Вот. Да, дальше мы все остальные параметры оставляем такими же, и запускаем вовпаллабит в режиме минус D, то есть в режиме демона. Он сам запустится, сам отдевтачится от нашего процесса. Вот мы сделаем PSAUX, и мы видим, что вот он, наш вовпаллабит, типа, бежит. Ну, давайте представлять, что он реально тут все бегает, все работает, все классно, и ажур не тормозит. Что дальше? Дальше мы запускаем еще один вовпаллабит, но уже на второй части данных, и говорим, что он надо один из двух, и уникальная идея тоже один. Вот. Он тоже запускается, вот они там бегут, бегут, бегут. Дальше в конце у нас на нашей локальной машине, потому что мы на локальной машине все запускали, у нас остается drugs.model.bin, который является суммой двух, точнее не суммой двух, а логически является объединением работы двух воркеров. Запускаем преддикт, и что мы смотрим? Мы видим 0.65 в виде скор, который у нас тут показывается любезным образом. Секция первая про вовпаллабит распределенный закончилась. Вопросы, пожелания, предложения. Не шумно ли на фоне? А то я в офисе сижу сегодня и переживаю, что вы слышите что-нибудь из соседних комнат. Не шумно, класс. Это очень хорошо. Окей, если всем окей, мы тогда идем дальше. Что отсюда нужно вынести? Что мы можем вовпаллабит запустить прямо из коробки, чтобы он работал на нескольких машинах? А, момент. Если вы хотите запустить его реально на нескольких машинах, единственное, что вам нужно будет сделать, это поднять кластер из нескольких узлов. Мы это уже умеем делать в Ажуре, например, или в Яндекс.Облаке, неважно где. Дальше вы на одном из серверов, который виден для остальных, запускаете Spanning Tree, а дальше его адрес вы передаете на остальные вовпаллабиты. И дальше у вас все хорошо и прекрасно работает. Ну и еще нужно по узлам разложить файлики, чтобы на каждом узле уже были необходимые файлы для обучения. Все остальное он сделает сам. Вот. Окей, часть первая закончилась. Есть еще вторая часть нашего семинара. Вторая часть это про MML Spark. Это Microsoft Machine Learning Spark. Короче, небольшой тулкит, который... Ну как небольшой? Большой тулкит, который работает внутри Spark'а и делает какое-то там машинное обучение. Мы, используя вот эту магию Configure, тоже говорим, что вот нам нужен Spark Application, в котором будут вот такие вот параметры. Указываем, что мы хотим подключить MML Spark вот в этом репозитории и exclude... Ну, здравствуйте, Java, нужно эксклюдить то, что тебе не нужно. Всегда. Дальше что происходит? Дальше происходит MML Spark, который внутри себя держит как раз вовпаллабит. То есть MML Spark такое упрощение, которое внутри бэкэнда использует вовпаллабит и уже само там сделало фичурайзер, эгрессор и еще несколько штук. Тут мы делаем то же самое. Мы читаем данные из Spark'а, дальше делим их на трейн-тест-выборку, дальше говорим, что вот, нам нужно теперь распределенно фичуризировать наших ребят. Давайте мы возьмем вовпаллабит фичурайзер, скажем ему, что у нас есть вот несколько колонок входных, одна колонка выходная, точнее, вот одна колонка со строками, то есть вот у нас review, и нужно ее по параллелам побить. Вот мы говорим, что string split input columns — это review. Input column, output column, точнее, это features, то есть мы хотим сюда добавить фичи, и мы говорим, что мы хотим 24-битный хэш. Дальше мы запускаем векторайзер, и вот у нас появляются наши sparse-вектора. Sparse-вектора, которые происходят из наших данных. То есть здесь мы видим, что у нас есть вот три колоночки, и дальше берем первую строку из трансформированной трейн-выборки, и вот какие-то фичи, вот мы видим уникальный номер, и вот мы видим много-много числовых фич и их значений. Окей. Построим вот такой вот фичерайзер, то есть здесь преимущество, что не нужно руками забивать, типа руками обрабатывать то, что мы вот тут наверху писали, где-то вот тут вот оно было, вот, не нужно вот это вручную писать, оно типа само все сделает. Так, возвращаемся вниз, где мы были, вот мы были. Дальше что мы делаем? Мы говорим, что вот, мы хотим из вовпал вабита сделать регрессор. Давайте-ка мы возьмем, собственно, регрессор, скажем, что у нас есть фичер columns, которая features, label column, которая useful count, это вся та же предыдущая задача с предыдущего семинара, и мы передадим некоторые аргументы. Аргументы это вот эти, которые мы с вами передавали в вовпал вабит. Здесь аргументы касаются только лишь разных, господи, разных параметров обучения. Дальше мы собираем пайплайн из вовпал вабита, дальше мы делаем fit transform, и спустя какое-то время мы увидим наши предикты. Из прикольного в MML Spark, то что после того, как вы собрали вот такой пайплайн из вовпал вабита, то есть внутри у него кролик работает, вы можете сделать простой импорт Compute Model Statistics, который сам возьмет и сам посчитает все нужные за вас статистики. Вот мы говорим, что мы хотим померить как регрессию на useful count, и то, что у нас получилось из модели, это prediction. Дальше мы делаем transform нашего prediction. Prediction это я напомню, transform теста, transform, который predict, но он transform. И мы видим такую красивую картиночку, такую красивую табличечку, что вот min square error, rmse, r2 и mye. Все наши метрики уже посчитаны. Классно, круто, замечательно, хорошо, прекрасно и прям вообще зашибись. Это вторая такая секция. Вопросчики, пожелания, предложения, понятно ли, непонятно ли. плюс e-case, понятно, давайте так, как обычно. Миша пишет в личку. Класс, ну... Ну окей, 4 из 5... А, все, все сказали, что... Да, все сказали, что всем все понятно и все круто. Окей, идем дальше. Третья технология, часть третья нашего семинара, который мы будем смотреть, это мы опять делаем конфигуру нашего Spark Cluster, сбрасываем настроечки, для того, чтобы прям все чистенько было. И смотрим на PySpark. В PySpark, то есть в Spark в самом, есть Machine Learning. Как сказал Леша, Machine Learning в PySpark настолько отвратительный, что им лучше не пользоваться, точнее, один раз попользоваться, понять, насколько он ужасный и больше им никогда не пользоваться. Здесь в ноутбуке мы тоже привели некоторый, так сказать, код, который тоже решает задачу с веществами. Давайте мы опять дропнем все нулы, давайте мы посплитим, давайте мы закэшируем наши результаты в оперативку PySpark. Дальше давайте мы возьмем TF-IDF для наших review и попробуем с этим что-нибудь сделать. Ну, создаем токенайзер, создаем хешинг term frequency, дальше берем ADF и дальше мы говорим, что вот у нас есть IDF-модел, который мы фитим на наших данных. Дальше мы берем rescale data, который мы объявляем как transform IDF-модели, то есть берем просто TF-IDF. Вот. Теперь, казалось бы, вот мы хотим закодировать, например, drag name, как one-hot encoder. Ну, просто потому что так иногда можно делать. Мы не можем просто взять и сказать one-hot encoder, вот тебе колонка закодируй. Тебе сначала нужно пройти string indexer, это штука, которая каждой строке, блин, индекс сопоставит. и дальше уже поверх этого фигачить one-hot encoder. Дальше вот мы делаем pipeline для обработки данных, фигачим pipeline, и мы видим какие-то вот данные, то есть вот drag name, вот condition, вот review. Дальше у нас сами фичи, вот наш sparse vector, и как раз погнали, побежали вектора. Вот у нас есть drag index 63, почему-то он float, тоже непонятно почему. И сам drag vector, что вот он, точнее, ну да, drag vector это факт того, что вот 63 единичка. Вот нам как раз его отдельно показали. Собрали pipeline вместе, увидели какой-то прям, ну, страх, страх и страшилу, потому что нужно очень много делать руками низкоуровневых штук, и попытались запустить. Оно отработало 3 часа, ничего не сделало, и его выключили, потому что это долго, медленно и трэш, и вообще не стоит, короче, этим пользоваться. Но это есть. Да, тут дальше попытки это запустить и как-то что-то померить. И попытки заиспользовать линейную регрессию. В теории, если вы сами сможете подготовить данные для пайс-парка ML, чтобы он их понял, то вы можете вот эти все штуки, вот эти все части пропустить и с ними вполне себе хорошо работать и запустить на них там пайс-парковский, вот, пайс-парковскую линейную регрессию. Но сразу возникает вопрос, нахрена вам тогда ставить, делать какую-то дополнительную работу, если вы все равно в конце запустите его в палабе, то и зачем вам вообще трогать эту вот не очень нужную историю. Вот у нас какие-то предикшены, вот у нас прям ужасный скор, короче, фу-фу-фу, использовать не стоит, не рекомендую. Вот, еще есть несколько, я помню, по крайней мере, одну прикольную такую фичу этой штуки сможем назвать фичей, что у него, насколько я помню, нет классификатора, который бы... я вспомнил, что у этой штуки есть внутри деревья, все помнят деревья, бустинг на них, и как с этими деревьями вообще в принципе работать. В обучении деревьев есть биннинг, то есть мы берем наши фичи, пространство фичи, и его разрезаем на подпространство, в которых мы считаем, что фичи одинаковые, то есть мы можем взять категориальную фичу из 6000 параметров, ну, из 6000 возможных значений, а дальше наше дерево будет пытаться резать это пространство значений, чтобы число узлов дерева было меньше. Эта штука так не умеет, она при обучении дерева, ну, я про Space Park ML, она при обучении дерева создаст 6000 признаков, каждый из которых будет отдельно рассматривать. И как бы написанный через пин колоду код, который не умеет смотреть за тем, какие признаки он обучает в принципе, и что он... Короче, нет, прям нет, я не рекомендую использовать, прям фигня полная. Окей, вопросики, пожелания, предложения, плюсики в чат, пожалуйста, лайки ставим, подписываемся на канал, и тогда пойдем просто дальше. Если у нас все хорошо и все прекрасно. Класс. Окей, тогда давайте мы переместимся в соседнюю вкладочку, и давайте мы понадеемся, что у меня поднялся кластер H2O, очно это надеюсь. так, Microsoft Azure. У-ля-ля, неужели он не поднялся? Если он не поднялся, это прям все, это, это конец. так, так, Network Watcher, Storage Container, Spark Cluster, он не поднялся. Класс, спасибо Azure, большое спасибо компании Microsoft за предоставленный хостинг, не работают вещи, прям не работают и бесит, раздражает, нужно с этим что-то будет сделать. Ладно, в чем прикол дальнейший? Прикол в том, что есть такая штука, акт четвертый нашего семинара, как говорится, который называется H2O, PySparkling и всякие прочие непотребные штуки. Что такое H2O? H2O это просто кластер для, как раз тоже еще, это Nazar, кластер для машинного обучения, который умеет интегрироваться, прям интегрироваться с MapReduce. То есть, вот мы видим тут Yarn Application, как это работает? Вы поднимаете Hadoop Cluster, внутри Hadoop вы поднимаете MapReduce, а поверх MapReduce вы поднимаете PySpark, PySparkling, который уже обучает за вас все, что вы хотите наобучать. Здесь почитаете в ноутбуке, как это конкретно работает. Если верховер у него, то мы опять создаем конфигурацию, указываем JAR, указываем REST URL, указываем короче, все, что хотите указываем, дальше мы проставляем переменное окружение, дальше мы создаем контекст PySparkling и смотрим на статус. Мы видим здесь, что версии, которые в Ажуре уже полтора года, и это немного говорит о том, насколько это нужная штука. к слову, об Ажуре. Как эту штуку создать в Ажуре? Очень просто. Мы идем на наш портал, портал azure.com на портале. Мы ищем PySparkling. Sparkling. Вот, мы ищем Sparkling Water for HD Inside, тыкаем кнопочку в Ажуре и тыкаем Create, и дальше мы заполняем как обычный HD Inside Cluster, но только Sparkling Water. Давайте мы посмотрим на то, как пробовать под эту штуку, но показать я исполнить не смогу, потому что эта штука у меня не поднялась, потому что какие-то проблемы с подпиской. Что мы делаем? Мы опять скачиваем наши прекрасные препараты, опять их обрабатываем, опять смотрим и импортируем. Импортируем мы через H2O и имя DF нам прозрачно намекает на то, что здесь у нас DataFrame. Показываем наш DataFrame, вот у нас наш красивый классный DataFrame. Дальше мы с помощью стандартных штук в DataFrame обрабатываем немного данные. Дальше мы где-то хотим сделать TF и DF, но я не вижу где мы это делаем, так что скорее всего мы это сейчас не будем делать. Дальше мы говорим, у нас есть несколько фичей, вот у нас есть Target, дальше мы сплитим на трейн и валидацию, и дальше что мы делаем? Мы говорим H2O, пожалуйста, градиент бустинг эстиматор. И погнали параметры для обучения бустинга. Бустинг на деревьях мы помним как все как работает, этим занимается CatBoost, этим занимаются XGBoost, LightGBM и еще много разных прикольных названий. Вот, но в чем соль? Соль в том, что мы не трогаем вообще никак распределенность, то есть вот мы сказали, у нас есть данные, пожалуйста, прочитай их, вот у нас есть бустинг эстиматор, создай его, пожалуйста, а потом давай мы обучимся и посчитаем R2. То есть очень просто сделать, очень просто использовать и не нужно вообще никак думать о том, как бы это все распараллелить руками. Вот. Чтобы лучше показать возможности этой штуки, давайте мы скачаем с вами Airbnb датасет, посмотрим на него, датасет Airbnb это просто тип пропертей с ценой и хотим с вами предсказывать цену по фичам пропертей. У нас тут есть город, тип код, бла-бла-бла, тип, короче, вот хедер, видно, что здесь есть. что мы сделаем, давайте мы с вами категориальные переменные просмотрим, как категориальные, дальше мы посплитим тест train, дальше мы опять возьмем boosting estimator, просто скажем, что пожалуйста обучись, и все, и оно обучилось, и даже показал не самый плохой скор, 0.62, из коробки, без вообще каких-либо фичей, просто S-фактор, предположу, что one-hot encoding, или еще что-нибудь такого рода, чтобы работать с деревьями. Круто, прекрасно, единственная проблема это поднять сам кластер, но я надеюсь у вас это получится. Вот. Дальше что у нас происходит? Дальше у нас происходит MML Spark, который у нас уже был в предыдущем ноутбуке. Здесь мы давайте просто попробуем взять MML Spark и то же самое сделать с тем же датасетом. Давайте мы прочитаем RPNB данные. Давайте возьмем Featureizer и возьмем Light GBM Regressor. Это от Microsoft Boosting на деревьях. Когда-то был очень хорош, потом ему на замену пришел XGBoost, потом ему на замену пришел CutBoost. Не знаю ничего круче CutBoost сейчас, но давайте попробуем Light GBM. Тоже указываем разные объективы, разные параметры обучения и трансформим предикшены и дальше смотрим на метрики. Как мы это уже умеем делать? Видим метрики 0.54 на том же датасете с теми же данными. То есть чуть-чуть хуже Light GBM, чем Sparkling Water и его Boosting Estimater. Все ли понятно? Плюсы в чат? Вопросы и пожелания? Мы с вами очень быстро сегодня расправились с этим материалом. спасибо Ажуру. Окей, и тогда давайте на этом закончим материал и пойдем к домашкам. У нас была первая домашка первая домашка, которой где она тут? Господи, паблик домашка, где нужно было вот Ажур и Баш. То есть нужно было в Ажур запихать данные и в Баши их обработать. Я когда проверял, я снижал баллы за то, что я не видел вывод, как вот в этих ячейках. То есть вот здесь я не запускал ноутбук, но я здесь вижу вывод каждой ячейки и снимал за еще какой-то просчет, о котором я уже правда не помню. Вот. Здесь почти все, ну здесь все справились. Тут нет никаких вообще проблем с тем, что происходит. Так что давайте закроем на эту тему домашки. Если есть вопросы можете уже в последний раз задать и пойдем просто анонсировать следующую домашку и следующий материал. окей, мы сегодня насколько я помню должны анонсировать вам большую домашку. Она займет у вас 4 недели. На этой домашке вам нужно будет взять Kaggle Contest. В Kaggle Conteste вам нужно будет набрать некоторый скор. Какой скор мы вам напишем. На какую оценку. Контест про клики мы сегодня конкретно скажем какой. То есть мне Леша говорил, я уже подзабыл немного. В чем суть? У вас будет датасет с пользовательскими событиями. Вам нужно будет на инфраструктуре Ажура или если вы найдете деньги где-нибудь Яндекс. Облако, но вроде бы Ажура обучить модель и сделать коммит, то есть сделать сабмишн в Kaggle. Пороги скоро будут не очень большие. Мы не хотим, чтобы вы фигачили ради скорой, мы хотим, чтобы вы научились просто сабмитить это дело в ажур, в Kaggle, чтобы это сабмить или просто в Kaggle. Единственное ограничение, не нужно обучать логистическую линейную регрессию и нельзя брать линейную регрессию можно, нельзя брать этот Escaler нельзя брать и вы должны будете нам показать, как вы залили собственно сабмишн в Kaggle, через какой кластер вы это все считали и как это вы обучали. Вот. Это будет большая домашка. Также будет маленькая домашка на две недели. Давайте мы посмотрим на ее драфт, то есть там, насколько я помню, не дописан. А, его тут даже пока не предвидится. Короче, здесь вам нужно будет поднять вовпал вабит, насколько я помню, на кластере и этот вовпал вабит запустить, что-нибудь обучить, посмотреть. То есть по последним там двум получается семинарам. вот. Прожиг пропозу съедает ваши силы, мы это понимаем, поэтому держитесь, у всех все получится, сам был в этой ситуации, сам помню этот ужас. вопрос, пожелание, предложение, и если все, то я предложу закончить, а то материал у меня больше как-то рассказать нет. Он весь рассказан, но могло быть больше по времени, если бы у нас прям интерактивно все могло показаться. На предыдущей паре студентов, кстати, их спрашивали, на предыдущей, которая была перед этой, спрашивали, как дела, и как вообще понятно, непонятно, ребята говорили, что нужно просто самим попробовать, и самим позапускать, тогда все прям поймется, и все будет хорошо. Вот. Так что позапускайте, посмотрите и разберитесь. Тут вообще не сложно. Просто сесть и аккуратненько исполнять команду. Вот. Тогда если всем все понятно и все хорошо, и вопросов нету по домашкам, тогда всем удачи. До следующей недели. Пара у нас переехали окончательно на 16.40 в среду, и будем дальше в этой ситуации жить. Вот. Всем пока, всем удачи. удачи. Продолжение следует...